Серега, артериальное давление есть у тебя? Нет? А если найду, Серега? Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас расскажу, как можно избавиться от артериального давления. Я покажу несколько техник. Это сборная комбинированная работа по работе как раз-таки с работой, на которую надо работать. Это череп, в первую очередь согласование полушарий, и будем работать по печени. Потому что основные все-таки две причины в моей практике работы. Именно с артериальным давлением. Это центральное и фильтровальное. Поехали. Первая из техник, это как раз киостеопатическая. Для того, чтобы улучшить приток крови к голове. И улучшить отток крови из головы. Потому что когда те центры, которые контролируют артериальное давление. А это в принципе вся центральная нервная система. Это ствол мозга. Это продолговатый мозг. Они регулируют как раз киартериальное давление. Надо улучшить и приток, и отток. Для этого можно сделать следующее. Мы как раз-таки фасциальный шлем черепа скрутим в одну сторону и в другую. И посмотрим, в какой из сторон будет лучше ощущаться в принципе голова. Что для этого нужно сделать? Первое. Две ладони вы ставите на песочные кости. И нужно делать скрутку. То есть, если одна рука идет против часовой стрелки, вторая по часовой стрелке. То есть, сделали мы вот так. Раз. И второй раз. Сделаем в другую сторону. То есть, теперь противоположная рука идет по часовой, а левая против часовой. Еще раз. Встали. Раз. И два. И почувствуйте, в какой из сторон, именно без проскальзывания, то есть, не должна скользить рука по коже, а именно сдвигать кожу вовнутрь, либо наружу, в какую из сторон есть затруднения. То есть, допустим, правая, когда по часовой, у меня хорошо сдвигается. А в противоположную, туго. Вот я должен как раз-таки туда, куда туго сдвигается, встать, сделать скручивание и постоять в этом натяжении около двух минут. До тех пор, пока у меня под руками не будет чувствоваться такое легкое расслабление, как будто ткани расслабились и поплыли у меня дальше. И это скручивание будет продолжаться до тех пор, пока вы опять не поймаете препятствия и пока руки снова не попросятся у вас в обратную сторону. Это как раз-таки вот эти вот все спайки, скрутки. Фасциальные, когда раскрутятся, слой-слой встанет и движение будет более ровное. Таким образом, вы уже улучшите и приток, и отток. Вторая техника более подробно была рассказана вот тут. Там я показываю дыхание анулома-вилома. Коротко, мы берем большой и безымянный палец вместе и тем самым координируем работу эмоциональную, потому что давление частенько бывает из-за стресса, переживания эмоций. Закрываем правую ноздрю в этой позиции пальцев, делаем выдох носом. После этого этой же ноздрю делаете вдох. Легкая задержка дыхания, буквально на несколько секунд. При этом вы меняете ноздри. Делаете противоположный ноздрю и выдох. И этот же ноздрю вдох. И таких нужно сделать от пяти до семи циклов. Для того, чтобы согласовать полушария и баланс горячего и холодного у вас нормализовался. Вы уже сразу почувствуете уменьшение головной боли и нормализацию артериального давления. То есть центральная коррекция височная кость и аноломовилома. А теперь поработаем с печенью. Техника именно активации фильтра, то есть очищения печени, именно механической, заключается в работе диафрагмы. То есть купол на вдохе опускается, на выдохе поднимается. И вот этот естественный массаж, он необходим для того, чтобы печень фильтровалась. Желчь бежала, застоя меньше было. И фильтр, естественно, наша печенка не загрязнялся. А давление иногда повышается ровно для того, чтобы прочистить эти фильтры. Что для этого нужно? Будьте аккуратны, если у вас есть какие-то крупные конкременты, то есть камни в желчном пузыре. Если они есть, как бы, по вашу совести эта техника, лучше не применяйте. Но если их нет, в принципе все адекватно, берете две ладошки вот так и подлазите себе под ребра. То есть ребра обозначаете, вот она реберная дуга. И именно от центра, по правой стороне, просто подлазите себе под ребра, сканируя, где есть какие-то зажатости, боли, спазмы. То есть в некоторых местах вы можете нащупать достаточно болезненные ощущения, которые могут отдаваться в грудную клетку, в живот, вправо, влево. Именно в этом месте нужно вот таким вот захватом крючком, то есть именно крючком, как будто подлезть себе под ребра. И этим же крючком делать легкие массажные движения, при этом совершая вдох и выдох. И с каждым выдохом старайтесь погружаться все глубже и глубже для того, чтобы этот участок диафрагмы себе промассировать. То есть напрямую сейчас мы в печень не лезем. И как только вы промассируете себе этот участок неактивной диафрагмы, следующий вдох вы почувствуете, как стал немного глубже, объемнее, живот надулся, печень прожимается, фильтр очищается и работа в таком режиме от недели до двух поможет в принципе вам оздоровить печень и уменьшить артериальное давление. Как же еще помочь печени? Еще одна техника на ее сброс. Показываю. Что делаем? Две ладони мы уложим просто опять же на реберную дугу. Так и одна чуть выше. К раз таки вот тут у нас печень располагается. Вот таким вот образом. Положили руки, сделали вдох. И выдох. А на выдохе потихонечку вы прижимаете ребра, то есть сдавливаете их. И остаетесь на этой глубине. После этого снова делаем вдох, но не даем грудной клетке раскрыться. Снова делаете выдох. И снова погружаетесь руками немножко глубже для того, чтобы не дать грудной клетке следующим заходом расшириться. То есть прижали печенку, еще раз вдох. И выдох. И расслабились. И так несколько вдохов и выдохов. Точнее от таких вот трех до пяти повторений именно этого захода. Мы как бы печень прожимаем, а потом отпускаем. И на выдохе после активации диафрагмы она массажируется и улучшает свое кровообращение. Есть еще одна техника, я ее вот здесь показал. Там видео про то, как избавиться от простуды. Но там я показываю технику рекойл, как разбудоражить, именно встряхнуть печень. Тоже можете ее использовать. В таком режиме, отрабатывая здесь две техники. Здесь две техники. Вы уже оздоравливаете не только свое артериальное давление. То есть вы не только препятствуете его развитию. Но также получите кучу других положительных эффектов. Возможно, какие-то будут побочные эффекты. Типа усиление головной боли. Возможно, на какое-то время за счет того, что фильтр стал лучше работать. Токсины в кровь чуть больше пойдут. В течение двух-трех дней будет усиление повышения артериального давления. Но в этот момент вы просто делаете это подконтрольно. В комфортном, удобном состоянии. Ставьте лайк. Делитесь со всеми, у кого есть АД. Кто способен себе все это делать. Пишите в комментариях. Задавайте вопросы, чтобы я подсказал. Если что, какие еще вам нужно сделать техники и так далее. Подписывайтесь, следите. Буду рассказывать полезности.